На автомобильных форумах можно встретить такие, конечно, вопросы, недоумевания водителей. Они чаще всего называются примерно темой, их называются так. Как не стать жертвой автоугона? Оставил автомобиль всего на пару минут, его уже угнали. Либо оставил автомобиль возле магазина, пришел, а вещей уже в автомобиле нет. И вот такими вопросами владельцы задаются иногда. Такое бывает все-таки. Но сегодня у нас в гостях Александр Николаевич Неустроев, старший инспектор по розыску отдельного батальона ДПС, ГИБДД, Якутская. Капитан полиции. Доброе утро. Доброе утро. Александр Николаевич, но как все-таки стать не жертвой угона? Какие основные причины угона? Основные причины у нас, самая основная причина, это безответственное и халатное отношение с самих владельцев транспортных средств. Они, бывает, пренебрегают простыми правилами, закрывают транспортные средства, даже уходя буквально на маленький промежуток времени, закрывают транспортные средства. Бывает, что оставляют транспортные средства на охранную сигнализацию, но не зная, как она работает. То есть оставляют в замке ключ зажигания, закрывают машину, и поэтому, получается, машина уже не стоит на сигнализации, на охрану. Вот большая часть причин таких угонов. Но бывают ведь случаи, когда машину просто замораживаешь, да, оставляешь на улице от того, что нет гаража. Ты ходишь через полгода, а машины нет. Да, бывает, что если на длительный срок, конечно, нужно обезопасить, все-таки накрыть тентом, либо ставить его на охраняемой стоянке, либо в частных ворах. Ну вот, не дай бог, все-таки произошла такая ситуация, там, я не знаю, угнали автомобиль, да, что действия какие-то. Ну, прежде всего, если произошла такая ситуация, вот, печальная, то прежде всего нужно оперативно обратиться в правоохранительные органы, сразу же позвонить в 02 или 127, они у нас круглосуточные, рассказать место угона, когда был промежуток времени, и отличительные приметы обязательно, чтобы оперативно, эффективно можно было бы пресечь данное преступление. И какова вероятность, что найдут мою машину? В ближайшие часы, скажем так. Ну, есть большая, конечно, вероятность. У нас очень много патрулей, которые патрулили, дано не только мы, и есть наружную службу. То есть, чем раньше человек обратится к нам с этой проблемой, тем больше будет вероятность, высока будет обнаружение и задержание данного транспорта средств. А если говорить немного о статистике, как это связано с сезонностью и дополнительно еще с временем угона? То есть, это дневное время, обеденное? Конечно, у нас очень суровые климатические условия, заставляет водитель оставлять транспортные средства заведенные, поэтому у нас большая часть угона происходит в зимнее время. В зиму именно, да? Да, в преддверии праздников на оптовых рынках и всяких всевозможных этих рыночных базах, где они закупаются. Ну и, конечно, у нас по... Если взять анализ, наш анализ, то большая часть угонов происходит в ночное время. По дням недели, если разделить, то у нас самые криминогенные, это понедельник, вторник, выходит. Самые сложные дни. Да, самые сложные дни. И по маркам автомобилям у нас на первом месте, конечно, это марки Тойот, транспортные средства. А выявлены какие-то места, где чаще всего гонять, например, в центре города или наоборот, казалось бы, что в районе каком-то захолусти? Если разбить город на четыре части, ну, конечно, большая часть уходит в центре города. Наоборот, в центре, да, получается? В центре уходит. Ну, а профилактическая работа по линии... У нас, да, по линии ГИБДД у нас проводится профилактическая работа и не только мы сами проводим, но и проводим совместно с другими подразделениями, оперативными службами, правовым комплексом мероприятий, связанные такие, как автомобиль, рихтовщик. Ну, а как быть, если, допустим, я собираюсь приобрести автомобиль, да? Не попасться на такой автомобиль. Да, не попасться на углу. Если вы покупаете транспортное средство, допустим, если вы покупаете его в автосалоне, то есть здесь можно не бояться. Это безопасно. Но если вы покупаете автомобиль на вторичной рынке, то тогда прежде всего чем? Нужно ознакомиться с историей данного транспортного средства. И, конечно, у нас есть официальный портал ГИБДД, где вы можете просто вбить номер и проверить всю историю транспортного средства. Вот, кстати, об угонах сейчас. Когда шел на работу, еще думал об этом спросить и забыл. Говорят, что хорошее антиугонное средство, это механическое средство, это старое забытое, которое, помните, либо на торпеду как-то распирало роль, либо это, и говорят, что оно действительно помогает. Но практика как показывает? Ну, практика, конечно, да. Ну, охрана, система сигнализации, она... Дополнительная, если имеете в виду, установить. Да, она не дает 100% гарантии об этот угон. То есть если человек ставит сигнализацию и дополнительное противоугонное устройство, конечно, вы обезопасите себя. А использовать механические, конечно, желательно. Потому что злоумышленник, если видит, что на руле находится механический блокиратор... Да, это какое-то время, это буквально 2-3 минуты, которые в магазин ты пошел, и... Скорее всего, просто ступит. Александр Николаевич, спасибо вам за такую хорошую беседу. Развернутая информация. Да, главное, полезно. Действительно. Берегите свои автомобили, не оставляйте... Не будьте бесхалатными, как говорится. Продолжение следует...